Мы несовершенны. Если вы ничего не делаете, то всё невозможно. Но если вы делаете попытки, если вы пробуете, то у вас есть шанс. Каждый человек бывает недоволен собой. Он бывает недоволен своими достижениями, своими результатами. Недовольство собой нужно воспринимать как стимул к развитию, стимул к движению вперёд. Дело в том, что когда ты доволен собой, ты перестаёшь расти. Ты находишься в зоне комфорта, это тебя расслабляет. Ничто так не загубило людей, и столько людей, сколько зона комфорта. Когда вы довольны собой, довольны своей обстановкой, то есть вы находитесь в состоянии стабильности, этим вы просто оправдываете своё бездействие или оправдываете свою лень. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Недовольство собой используйте как движущую силу. Мне часто задают вопрос, Роман, а как достичь успеха? Как добиться успеха? Ответ очень простой. Подавляющее большинство людей мыслят шаблонами. Они привыкли идти по какой-то дорожке, и то, что они знают и видят. Нужно мыслить нестандартно, то есть нужно быть не таким, как все. Когда ты будешь идти той дорогой, которой никто не ходил, это самое трудное, но ты будешь получать такой результат, который никто никогда не получал. Избавьтесь от шаблонов. Привыкните мыслить нестандартно. Общайтесь с интересными людьми, общайтесь с успешными людьми, которые помогут вам прийти к этой нестандартной мысли. Развивайте в себе навык нестандартного мышления. Каждый миг всё меняется. В такой среде не может существовать стабильности. И если в этой среде не двигаться вперёд, то ты деградируешься. Если вы накопите миллион и спрячете его под подушку, то это не сделает вас богатым, потому что эти деньги очень быстро съест инфляция. Если вы не будете поддерживать свой профессионализм, если вы не будете обучаться и двигаться вперёд, то ваши навыки очень быстро устареют. Вы отстанете от жизни и будете неэффективны. Поэтому постоянно двигайтесь вперёд. Не ищите стабильности. Будьте готовы к переменам. Меняйтесь. Более того, будьте сами началом этих перемен. Нужно постоянно заниматься своим образованием. Нужно из себя сделать собирательный образ успеха, который будет состоять из различных приёмов или из различных моментов, которые ты можешь взять у различных выдающихся людей, которые уже достигли успеха. Это мой опыт. Это личный мой пример, который я реализовал. Мой образ, это собирательный образ от многих успешных людей. У каждого из них я что-то взял. Вы слышали о правиле 72 часов? Это правило гласит о том, что если у тебя есть план, то начни действовать. Делай хотя бы один шаг в реализации своего плана в течение первых 72 часов после составления такого плана. Составьте список важных дел прямо сейчас. И самое главное, начните действовать и сделайте шаг реализации прямо сейчас. Не откладывай на завтра. Это залог успеха. Не откладывай на завтра то, что можно делать сейчас. Чтобы добиться успеха, нужна система действий. Четкий план. Это как автомобиль, который собирается по конвейеру, потому что он собирается по чем-то технологии. Точно так же и у тебя должен быть план. Без плана ты ничего не достигнешь. Четкий план реализации своего успеха, реализации своей цели. И начните действовать безотлагательно. Начните прямо сейчас. Чтобы ваш план реализовать правильно, нужно выработать систему. Выработать правильную стратегию. Для того, чтобы вам это было сделать легче, найдите в этой области для себя звезду. Найдите человека, который уже реализовался и достиг успеха в этой области. Тогда вам будет легче, наблюдая за ним, составить свой личный алгоритм достижения вашей цели, вашего успеха. Субтитры создавал DimaTorzok